Здравствуйте! Пришло время русского мира. Об интересных событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Любовь Курьянова, в этом выпуске. Покровский собор, 4-й Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни открыл новые таланты. В Эфиопии появилось новое образовательное пространство для изучения русского языка. Мозаика. В Тунисе состоялось торжественное открытие обновленных классов в русской школе. А теперь подробнее об этих и других новостях. В столице завершил свою работу 4-й Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор». Более 5000 зрителей собралось в концертном зале гостиного двора, чтобы познакомиться с творчеством талантливых исполнителей. Подробнее в материале Татьяны Орловой. Покровский собор – это самый масштабный фестиваль авторской песни, объединяющий тысячи авторов-исполнителей и сотни творческих коллективов, в том числе детско-юношеских и молодежных. Он направлен на сохранение традиционных российско-духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотическое воспитание нового поколения. Человек устал от бед, человеку нужен свет. Ночью свет горит в окне, дом открыт тебе и мне. Темноту с лица сотри, свет горит у нас внутри. Схлынет времени вода, заходи погладь кота. Фестиваль Покровский собор достойно продолжает традиции самобытного, поистине уникального музыкально-поэтического жанра. Искренне идущие от сердца авторские песни, в которых темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви занимают особое место. Никого не оставляют равнодушным. В нынешнее наше время, когда очень большой спрос на патриотизм, на все настоящее искусство, на русскость, на русский мир, развивается русский мир, такие фестивали, как Покровский собор, просто крайне необходимы. Большая честь для нас выступать на этом замечательном фестивале. В прошлый раз мы стали лауреатами, сейчас выступаем как гости. И для нас также большая честь представлять нашу родную Луганщину, наш Луганский регион в составе «Российники». В течение трех месяцев жюри конкурса выбирали самых талантливых и ярких конкурсантов для участия в итоговом гала-концерте. В этом году на фестиваль поступило более тысячи заявок не только из России, но и из Эстонии, Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Сербии и Германии. В результате были выбраны 64 финалиста в конкурсе авторской песни. Победителем фестиваля стала исполнительница из Республики Коми Дарья Солодянкина. Фундаментальность происходит через песню. Песня – единственный способ запоминать и хорошего, к сожалению, и плохого. Но мы надеемся, что благодаря нашей работе мы помогли тем, которые заглянут и скажут, что вы там ребята нарыли, что у вас в другом остатке осталось от вашей работы, что вы считаете тем, на что должны ориентироваться поколения следующие и конкурсанты следующего года. Фестиваль «Покровский собор» стал настоящим праздником дружбы и творческого общения. Для гостей мероприятия развернулась музыкальная битва участников за главные награды, а также гала-концерт с выступлением известных музыкальных коллективов, выставки, мастер-классы, розыгрыши, призов, демонстрация короткометражных фильмов в кинале «Монахов слух» и многое другое. Фестиваль не кончается, фестиваль только начинается, все самое интересное впереди. Татьяна Орлова специально для программы «Время русского мира». Накануне православного Рождества в катарской столице Дохи прошло каледование участников русскоязычного подросткового клуба «Перекресток». Ребята исполнили рождественские и святочные народные песни, а также подготовили яркое театрализованное представление. Гостеприимные хозяева, которым приходили каледовать подростки, тепло встречали их, благодарили за представление и одаривали конфетами. Напомним, православное Рождество широко отметили по всему миру, в том числе и в африканских странах. Богослужения в честь светлого праздника прошли в приходах, открытых русской православной церковью, в Буркина-Фасом, Мали-Сенегале и других государствах. В Тунисе состоялось торжественное открытие обновленных классов в русской школе «Мозаика» в рамках государственной программы Российской Федерации. По словам юных учащихся, новая обстановка еще больше стимулирует их заниматься русским языком и познавать Россию. Благодаря поддержке Россотрудничества русская школа «Мозаика» в городе СУС получила новую мебель, современное мультимедийное оборудование и полностью преобразилась. Школа также впервые получила большую партию книг на русском языке и теперь располагает собственной обширной библиотекой. Очень надеемся, что с этого года к нам присоединятся и тунисские детишки, тоже у нас начнут изучать русский язык, нашу русскую культуру. Мы всем сердцем желаем, чтобы русскоговорящих людей, детей в мире становилось все больше и больше. Вместе с учениками и директором школы «Мозаика» Юлией Николаевой сотрудники русского дома в Тунисе провели открытый урок России, а новое оборудование сделало его более информативным, увлекательным и захватывающим. Мы первоклассники, в школе «Мозаика» учимся. Мы очень рады, кто построил эту школу. Она самая лучшая. Если честно, мне очень понравилась особенно техника, которую нам привезли. Мне теперь стало лучше учиться, мне больше нравится тут, атмосфернее стало. В этом учебном году школу «Мозаика» посещают 30 учеников, занимающихся в четырех классах. Однако сотрудники русского дома в Тунисе уверены, их количество благодаря новой обстановке и возможностям будет неуклонно расти. А сама школа значительно расширит свою образовательную деятельность в третьем по величине городе в Тунисе. Евгения Факурдинова специально для программы «Время русского мира». В русском доме в Адис-Абебе открылось новое образовательное пространство. Современный центр дополнительного образования создан в Эфиопии в рамках проекта «Россотрудничество по поддержке продвижения русского языка за рубежом». Центр оснащен высокотехнологичной мебелью от ведущего российского производителя и широкоформатными мультимедийными панелями. В нем также есть учебно-методическая и художественная литература, которые необходимы для эффективной организации образовательного процесса. Нам есть чем поделиться с Эфиопией не только технологиями, но и знаниями. И вот такие центры, они должны как раз подвигать нашу культуру, быть такой передовой мягкой силой, чтобы Эфиопии знали не только про Пушкина, что это великий российский культ, но и про российскую культуру, про нашу науку, про нашу промышленность. В новом учебном классе представители разных возрастов и профессий смогут найти интересные занятия для развития своих компетенций. К учебному процессу уже приступили эфиопские студенты подготовительного факультета по инженерно-техническому профилю 1-й сетевой образовательной программы Россотрудничества и ведущих российских университетов ЛЭТИ, МГТУ, Станкин, Северокавказского и Уральского федерального университетов. В студенческом городке Таджикского национального университета в городе Душанбе состоялось закрытие фестиваля «Русский язык. Язык дружбы». Целью масштабного события, посвященного Году русского языка в странах СНГ, стало повышение интереса к русскому языку, межкультурному взаимодействию, а также содействию устойчивому развитию русского языка как средства межнационального общения стран СНГ. Организаторами фестиваля выступили Русский центр, факультет русской филологии Таджикского национального университета, Центр «Златоуст» и средняя школа номер 93 при участии Общества дружбы «Таджикистан-Россия». В рамках фестиваля были проведены конкурсы русских песен и чтецов в разных номинациях «Недели русской» и «Таджикской литературы», студенческая конференция «Русский язык в странах СНГ», викторины на знания географии, истории и культуры России, а также другие мероприятия. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...